то навряд ли мы бы смогли когда-либо изобрести что-то подобное. Мы так и лазили бы по деревням, кушая бананы и нюхая друг друга. Но у себя, на своей земле, мы имеем право жить так, как хочет наше общество. Точно так же, как имеет право жить Польша, так как хочет их общество. Франция, как хочет их общество и так далее. Эльдар, увидел ролик, где вы задаете вопрос, почему же в Чечне преподают теорию Дарвина. Как вам такой вариант? Потому что сейчас на не 7, не 8, а 21 век смартфоны последних моделей, которые вы показываете в кадре, тоже произошел от Аллаха, или это все-таки эволюция инженерной мысли. Смартфоны, все то благо, которое мы сейчас пользуемся, это то, что изобрел человек по милости Всевышнего Аллаха. Из-за того, что Всевышний Аллах в свое время создал его высшим существом по сравнению с животными. Потому что Всевышний Аллах не сделал нас потомками обезьян. Поэтому у нас сегодня есть мозги, чтобы изобретать смартфон и другую технику, которая нам очень полезна и помогает нам жить в этом мире. А вот если бы мы, как говорит теория Дарвина, произошли бы от обезьяны, то навряд ли мы бы смогли когда-либо изобрести что-то подобное. Мы так и лазили бы по деревням, кушая бананы и нюхая друг друга. Кришна. Как вы считаете, в чеченских школах должны преподавать теорию эволюции и теорию Большого Взрыва? Или учить людей, что все создал Аллах, не принимая во внимание научную картину мира? Второй вопрос. Должны ли женщинам в Чечне предоставляться равные права, как и у мужчин, в том числе право на развод? По поводу теории эволюции, ты, видимо, говоришь о теории Дарвина и теорию Большого Взрыва. Это, кстати, очень интересный вопрос к кадыровцам. Вот я адресовал бы его Кадырову. Конечно, я утверждаю, что это ни в коем случае не может преподаваться детям ни в одной исламской стране. Это является издевательством просто над природой человека. Говорить ему, что он мог произойти вообще там от обезьяны или от какого-то микроорганизма. Это просто издевательство. Это унижение людей. Поэтому я, конечно, 100% сторонник того, что ни в коем случае эту теорию нельзя преподавать. Но вопрос к кадырову, почему сегодня в республике у нас, которая у нас супер, якобы, верующая, кадыров постоянно настаивает на том, что они там у нас восстанавливают мечети, у нас нет проблем с тем, чтобы молиться, исповедовать якобы свою религию. Почему в этой республике преподается теория Дарвина Кадырова? Я тебе уже задавал этот вопрос. Почему вы из учебной программы через Министерство образования не исключите эту тему? Как это чеченских детей сегодня в школах учат, что они произошли от обезьяны? Как могут верующих людей, убежденных в том, что мы все произошли от Адама, и мы никак не могли произойти от обезьян, как могут этим детям вливать в уши информацию о том, что они, значит, произошли от обезьяны? Я категорически противник того, чтобы подобное изучали наши дети, и теорию большого взрыва, и теорию эволюции Дарвина. Это все является большим неверием, и мы не можем позволить себе изучать подобные вещи. Что касается второго вопроса, должны ли женщинам в Чечне предоставляться равные права, как мужчинам, в том числе право на развод? Женщины в Чечне имеют так и так право на развод. Оно гарантировано и для женщин, и для мужчин. Просто у самого развода, у процедуры развода, есть определенные правила. Как, допустим, в России есть, ну и даже, по-моему, в большинстве стран мира есть правила развода. Этот развод осуществляется путем расторжения брака, там, где-то через суд, где-то через ЗАГС и так далее. Точно так же у нас есть процедура расторжения брака. Брак у нас не расторгается через суды, ну если нет какого-то спорного вопроса, или через ЗАГСы. У нас брак расторгается просто произнесением слов мужем, я даю тебе развод. Все, это считается, что, значит, развод произведен. И эти слова, если ты имеешь в виду, что может ли эти слова сказать женщин, жена, и будет ли действительно развод, нет. Потому что это узаконенное в шариате правило. Развод дает муж. Но право на этот развод, конечно, имеет и жена, а она может об этом заявить. И в этом случае ей будет дан этот развод. Другое дело, что там, развод без причины, что это является запретным, что за это будет грешен. Это уже другая тема, но право на это имеют. И муж имеет, и жена имеет. А что касается самого вопроса прав мужчин и женщин, то есть равноправия, здесь нужно одно отметить, что у нас как бы свое понимание вот этого термина равноправия. И чеченское общество никогда, никогда не придет к пониманию равноправия, допустим, как оно принято там в Америке или в странах Скандинавии. У нас разное это понимание. И, допустим, никогда в чеченском обществе женщина, допустим, не сможет быть правителем. Не сможет. Это в принципе недопустимо. Никогда в чеченском обществе женщина не сможет быть судьей. И решать вопросы, допустим, конфликтные между чеченцами. Никогда. То есть есть какие-то моменты, которые просто недопустимы в чеченском обществе. И это вот это вот гендерное для стран, некоторых стран Запада, это будет называться гендерным неравенством. Но у нас, в нашем обществе, так принято. И для нас это недопустимо. Поэтому у нас есть, у женщин есть свои права, есть свои обязанности. У мужчин есть свои права и есть свои обязанности. И это тот момент, как и религия, как и наши обычаи, с которым мы не приходим в чужой монастырь. Мы не говорим, что так должно быть в Польше, в Америке, в Норвегии или во Франции. Нет. Вот пускай Польша, Франция и другие страны, как они считают нужным, так и живут. Я, когда говорю о наших правилах, то, что у нас есть свои, у мужчин свои права, свои обязанности, у женщин свои права, свои обязанности, я говорю исключительно о жизни на нашей земле. Я говорю исключительно о нашей жизни. И мы с этими правами никому, с этими нашими правилами не приходим в другие страны и не пытаемся их никому навязать. Поэтому я сразу же предостерегаю вот этих вот деятелей, которые будут говорить, что вы со своими правилами здесь пытаетесь научить людей жить, и поэтому вас не принимают. Нет. Мы никого жить, ни к чему научить не пытаемся. Мы приезжаем в страны сегодня Запада и принимаем их правила. Здесь мы ничего не диктуем. Мы живем по их законам, не нарушаем эти законы. Но у себя, на своей земле, мы имеем право жить так, как хочет наше общество. Точно так же, как имеет право жить Польша, так, как хочет их общество, Франция, как хочет их общество и так далее. Мы тоже имеем точно такие же права. Субтитры создавал DimaTorzok